Всем добрый день. Я рада всех приветствовать. Кто меня не знает, кто меня видит впервые. Меня зовут Эльзара Асанова. По образованию я врач, по специальности акушер-гинеколог. Работаю в этой сфере на протяжении уже 12 лет. Параллельно с основной своей профессией, более 10 лет я работала и развивалась в сфере фармацевтического бизнеса. На сегодняшний день я еще являюсь менеджером компании Forever. И уже на протяжении двух лет еще и развиваюсь в направлении натуральной медицины и развиваюсь в компании Forever Living Products. Пришла в компанию на продукт, хотя я тот врач большой скептик, который вообще не верил в натуральную медицину, который очень скептично относился вообще к биологически активным добавкам. И, вы знаете, говорят, не зарекайся. Это был в моем случае. И два года назад я получила колоссальный результат по здоровью своего отца, который больше шести лет находится на аппарате искусственной почки. И в дальнейшем я стала развиваться, изучать это направление, каким образом натуральная медицина может помочь при различных заболеваниях, при различных проблемах. И честно скажу, что на сегодняшний день и сегодня общаюсь со многими новыми людьми, которые мне пишут в Инстаграм, в других соцсетях, я говорю, что будущее за натуральной медициной. Поэтому сегодня мы поговорим с вами о такой проблеме, как проблема псориаз. И это достаточно, знаете, могу назвать эту проблему как бич 21 века, как сахарный диабет, псориаз, аллергические реакции. На сегодняшний день это просто своего рода образы жизни. И люди пытаются при данных проблемах, при данных заболеваниях просто найти комфортную зону, найти комфортный образ жизни, чтобы избавиться хотя бы на определенный период времени и уйти в длительную ремиссию. Поэтому поговорим, что это за заболевание. Я знаю, что многие не имеют медицинского образования, многие имеют медицинское образование. И поэтому моя задача просто-напросто сегодня буквально в доступной форме объяснить, что это за проблема, что это за заболевание и каким образом продукция компании Forever может просто помочь. Ни в коем случае не говорите, что продукция вас вылечит, излечит. Это неправильно. Продукция компании Forever может помочь в реабилитации, в восстановлении и в помощи уйти в длительную ремиссию. Давайте начнем. Что же такое псориаз? Это хроническое воспалительное заболевание кожи. Это генетическая болезнь зачастую, которая проявляется в виде характерных образований на теле человека, на теле пациента, видимых глазу, папу или бляшек. По характеру они могут быть от розово-красного цвета, поверхность которых шелушится и покрыта чешуйками. Заболевание, как правило, сопровождается сильным зудом и болями. И вот как раз таки вот этот вот зуд и боль, да, они приносят человеку как физические страдания, так и моральные страдания. Высыпания псориаза могут появиться на любой части тела, но основными характерными признаками проявления псориаза – это волосистая часть головы, это локти, да, и на локтях, на сгибательных поверхностях очень часто наблюдается. Если вы видите, что у человека на сгибательных частях проявляется шелушение, это один из признаков псориаза, да. Хронический псориаз на голове особенно часто доставляет моральный дискомфорт у людей. Вот почему? Потому что если на теле человека данную проблему еще каким-то образом можно скрыть, то на волосистой части головы, к сожалению, скрыть не удается, да. Каково происхождение названия болезни псориаза, откуда происходит, да. Название заболевания псориаза происходит от греческого слова псора – чесаться, либо чешется, да, вот, либо чесать в переводе с греческого слова. Действительно, зуд, который покрывается чешуйками, и чешуйки могут быть от розово-красного цвета наблюдаться до серебристо-белого цвета кожи, который представляет собой типичную картину проявления данной болезни. В дальнейшем я вам даже покажу некоторые картинки, которые подготовила на сегодняшний день, вот, и кто чаще всего подвержен данному заболеванию. Такому заболеванию, как псориаз, да, псориаз кожи в разных странах мира подвергается примерно до 5% населения. Мужчины и женщины в данной проблеме болеют практически одинаково. Псориаз может развиваться в любом возрасте, но зачастую, зачастую он проявляется в молодом возрасте в среднем 20-25 до 30 лет. Вот, и у женщин зачастую проявляется намного раньше, чем у мужчин. Вот, кроме наследственности, да, какие же еще на сегодняшний день существуют причины возникновения данного заболевания? Это чрезмерно активное деление кожи, вот, это стрессовые ситуации, да, и это снижение иммунитета после болезни. И чаще всего, когда я даже общаюсь с людьми, у которых есть данная проблема, одной из самых больших причин на сегодняшний день – это стресс. И вы знаете, да, что стрессовые ситуации ежедневно практически испытывает каждый в любом возрасте. Вот, и смотрела даже последние американские данные, да, что практически каждый молодой, не имеет значения, среднего возраста пожилой человек в течение дня испытывает стрессовые ситуации в течение 10 минут. И в накопительном действии, да, стрессовые ситуации не только проявляются в виде вот таких вот кожных заболеваний, но и многие другие заболевания, да, и неврология, и онкология, и избыточная масса тела, ожирение, и заболевания сердечно-сосудистой системы, да, тоже одним из самых, одной из самых первых причин развития всех этих заболеваний является стресс. И хочу сказать, касаемо стресса, если человек ежедневно испытывает стресс в течение 20 минут, он теряет витамин С в дозировке 300 микрограмм. При суточной потребности 100 микрограмм ежедневно мы должны получать, да, и 300 микрограмм при стрессе в 20 минут. Вот. И одной из причин развития псориаза, кстати, да, это тоже иммунодефицитное состояние, это сниженный иммунитет, а иммунитет, к сожалению, снижается у нас по причине недоедания витаминно-минеральных комплексов. Какие же существуют стадии псориаза, да, существуют три стадии псориаза, вот, это прогрессирующая стадия, это стационарная и стадия разрешения. И чем эти стадии в целом, как бы, отличаются, да, вот, в прогрессирующей стадии здесь происходит наличие псориатической сыпи в серебристый цвет, да, где есть шелушение на поверхности, и чаще всего окантовка данного высыпания может быть красноватой, не шелушающей каемкой, и вот это вот одна из таких вот клинических проявлений. И, конечно же, на поверхности этого шелушения может наблюдаться зуд. Стационарная, да, это стабилизация больше уже бляшек, это появление новых элементов сыпи в этот период не наблюдается. Зачастую, как бы, есть сыпь, она уже остается стабильной. Шелушение захватывает полностью всю поверхность бляшек, да, и такие высыпания могут существовать без лечения от нескольких дней, от нескольких месяцев, и такие высыпания могут даже быть продолжительными до нескольких лет. И их даже вот такие вот бляшки, старые, как я называю, да, их называют еще дежурными бляшками. Почему? Потому что они просто не исчезают. И бывает стадия разрешения, да, здесь наблюдается уменьшение шелушения, уплощение непосредственно самой бляшки. Они становятся больше, сравниваются с поверхностью кожи, и уже эта бляшка больше всего переходит уже в такой вот в посовоспалительный элемент. Вот. И какие же формы, да, формы я буквально только назову, не будем на них останавливаться. Почему? Потому что мы здесь не разбираем именно всю эту проблему, да, а мы на сегодняшний день больше будем говорить о профилактических мерах, чем мы можем быть полезны с продукцией компании Forever. Вот. Вульгарный есть, эксудативный, пустулезный есть, псориаз, да, вот. Также может наблюдаться пустулез ладонный и подошвенный, псориаз каплевидный, псориаз артропатический, да, и, конечно же, может наблюдаться еще и псориаз половых органов. И вот здесь вот я выбрала именно часто задаваемые вопросы, с теми вопросами, которыми обращаются ко мне. И один из самых популярных вопросов, когда люди сталкиваются с данным заболеванием, да, это вопрос, заразен ли псориаз. Обыкновенный вульгарный псориаз – это наследственное генетическое заболевание, которое сопровождается нарушением обменных процессов в нашем организме, которое сопровождается нарушением эндокринных желез, да, поражениями иммунной системы, иммунодефицитные состояния. И вот самый главный ответ, что данное заболевание не заразно. Это не внешняя какая-то инфекция, которая может передаться, да, и таких пациентов не нужно, таких людей, таких больных, да, не нужно бояться, не нужно их избегать. Это не инфекционное заболевание, и оно не заразно. Вот, какой самый еще популярный вопрос, с чем мы сталкиваемся, да, велика ли вероятность того, что дети, родители, страдающие псориазом, также будут болеть этим заболеванием. Здесь, конечно же, если смотреть с точки зрения генетики, да, если псориазом болеет оба родителя, тогда вероятность заболевания ребенка в среднем составляет 33-35%. Если же болеет, например, один родитель, да, то вероятность заражения, конечно, намного выше, вернее, меньше. Меньше, вот, и бывает такое, что генетически ни у кого не было псориаза в роду, да, а у ребенка проявился. Такое тоже очень часто бывает. Полезно ли больным проводить как можно больше времени на солнце? Это такой своего рода риторический вопрос, и люди летом, особенно когда идет период моря, когда люди ездят отдыхать, да, вот, очень часто спрашивают, можно ли загорать с данной проблемой. Ну, принято в целом думать, что солнечные лучи в определенном количестве, да, полностью способствуют лечению псориаза. Но это только в отдельных случаях. Это бывают разные формы, бывают разные стадии, да, псориаза, и здесь, конечно же, можно рассуждать бесконечно. Но на сегодняшний день в целом, как говорят онкологи, они вообще запрещают в активный период солнца находиться под ультрафиолетовыми лучами, и зачастую рекомендовано даже загорать до 11, до 12 часов дня в летний период времени, да, и потом появляться на солнце после 16, после 17 часов ближе к вечеру. Вот, а если касаемо именно пациентов, у которых есть проблема псориаза, тогда лучше получить ответ у профессионального врача-дерматолога. Почему? Потому что только врач-дерматолог, профессионал, да, который может ответить на данный вопрос. Почему? Потому что, как я уже сказала, это очень много зависит от формы, от стадии развития, от продолжительности данного заболевания, поэтому на этот вопрос нужно консультироваться всегда у врача-дерматолога, у профессионала. Вот, что вызывает периодические вспышки и затухания данного заболевания, да? Как показывает опыт, что зачастую, почему обостряется данное заболевание, да, конечно же, это психоэмоциональные нарушения, это снова стрессы, это невротические состояния, да, неврозы различные, это неправильный образ жизни, это характер питания, да, вот, именно эти факторы влияют на обострение, на проявление новых элементов образования, высыпания на коже. Вот, ну и, конечно же, зачастую, да, какие же случаи, когда болезнь обостряется, еще сильнее именно как реакция на нерациональное составление лечения. Очень часто бывает, что обратился с данной проблемой, например, в медицинское учреждение, и если было нерационально назначено лечение, зачастую бывает такое, что в этот период происходит обострение. Влияет ли на протекание заболевания курения и употребление спиртных напитков? Вот здесь вот тоже хочу сказать, что при данном заболевании, да, неправильный образ жизни, а именно вредные привычки, также влияют на обострение заболевания. Курение и употребление спиртных напитков негативно сказываются на развитии болезней, могут способствовать усилению проявлений псориаза, а именно обострение. Вот. Какие же осложнения бывают при данной проблеме? Вот здесь вот я бы хотела, как врач, сказать, больше сделать акцент внимания на том, что псориаз в целом, да, это, знаете, как бы нарушение морального и психического больше состояния, да, это дискомфорт людям. Почему? Потому что люди стесняются своего тела, особенно в период обострения, когда идет зуд, когда идет обильное шелушение, вот, и люди пытаются избегать, избегать общества, избегать социума, вот, если же нет проявлений на волосистой части головы, а где-то на теле, да, здесь еще каким-то образом можно скрыть. Но когда еще и проявляется на открытых участках тела, где ты не скроешь, к сожалению, люди начинают избегать общественности. И чего мы зачастую больше всего боимся, да, как не основного такого заболевания, а то, что данное заболевание приводит к осложнениям. И в дальнейшем тяжелее всего лечить именно осложнение данного заболевания. Почему? Потому что такие пациенты чаще всего на начальных стадиях обращаются в медицинские учреждения за профессиональной помощью к врачам-герматологам, назначается лечение, лечение на какой-то период времени помогает, да, и в последующем, когда люди там год, два, три, пять, может быть, страдают данной проблемой, они просто-напросто перестают обращаться в медицинские учреждения, они просто пытаются подстроиться, адаптироваться на периоды обострения, зачастую период обострения – это осенний, зимний, весенний период, вот, и они как-то забывают. Но вот здесь вот нужно сделать акцент внимания, что наблюдаться и поддерживать свое состояние обязательно нужно. Почему? Потому что псориаз вызывает такие осложнения, как псориатическая эритродермия, вот, псориаз также вызывает нарушение полностью работы опорно-двигательного аппарата, да, и одной из самых частых причин возникновения – это псориатический артрит. Это деформация суставов, да, вплоть до деформации фаланг пальцев. Также очень часто бывает как осложнение псориаза. Ну и, конечно же, в среднем у 20-30% больных с псориазом, да, отмечаются также признаки псориаза ногтей. Я вам даже покажу сегодня, как выглядят такие ногти. Вот. Какие симптомы, да, бывают именно у людей, у которых уже есть поражение ногтевой пластины. Вот. Это симптом наперстка, это симптом масляного пятна, это изменение цвета ногтя, и на ногти могут также проявляться еще и геморрагии. Вот один из примеров, да, на что бы я хотела обратить внимание. Вот такие вот высыпания зачастую появляются на теле человека. Вот. И многие, знаете, когда бывает несколько буквально элементов, многие просто не обращают на это внимание и думают, что у них какая-то аллергическая реакция, и зачастую не обращаются за медицинской помощью. Поэтому здесь всегда нужно иметь настороженность, всегда нужно задумываться, не переносили ли вы какие-то стрессовые ситуации за последний период времени, что могло бы спровоцировать либо иммунодефицитные состояния, либо какие-нибудь тяжелые инфекционные заболевания, что в последующем могло привести к иммунодефицитным состояниям, и что в последующем может осложниться в виде такой проблемы, как псориаз, да. Вот. Одно из диагностик псориаза, конечно же, это наличие папул, да. И вот я вам показываю типичные формы, где зачастую проявляется псориаз, да. Это наличие папул на теле, это наличие папул на коленях, это наличие папул на локтях, и, конечно, это вот, знаете, своего рода псориатическая триада. И, конечно же, это на волосистой части головы проявление вот такая вот своего рода псориатическая триада. Вот. Симптом псориатической триады, да, проявление, это когда появляется симптом стеоринового пятна, Вот я вот здесь вот показываю, да, как я уже говорила, что появляется пятно, в середине которого может быть буквально серебристо-белого цвета, шелушится, а окантовочка может быть красного цвета без шелушения. В дальнейшем образовывается термальная пленочка, и в последующем, да, пятно проявляется в виде кровяной росы. Это также является псоритической триадой одной из симптоматики. Вот здесь вот я сделала такую картиночку, показать специально, да, каким образом псориаз может проявляться даже на ладонно-подошвенной поверхности. Видите, да, каким образом проявляется данное заболевание. Ну и, конечно же, есть вот такие вот формы псориаза, псориаза именно ногтей, вот симптом наперстка и симптом масляного пятна. Видите, да, какие проявления бывают, шероховатость поверхности, смотрите, как изменяется полностью ногтевая пластина. И вот здесь вот мелкие элементы можно еще рассуждать, это как кровоизлияние на ногтях. Ну и, конечно же, как и обещала, формы псориаза, да, показать вам, чем осложняется еще псориаз. Это псориатический, артропатический псориаз, да, псориатический артрит. И как изменяется полностью даже фаланги пальцев, смотрите, в виде таких своего рода барабанных палочек проявляются полностью с поражением ногтевой пластины. Вот, какие же на сегодняшний день существуют тактики лечения в традиционной, да, медицине, на чем основано вообще в целом лечение данных больных, да. В прогрессирующей стадии чаще всего это, конечно же, седативные транквилизаторы. Почему? Потому что нарушается полностью психоэмоциональный фон больного человека, пациента, вот. И зачастую, чтобы более или менее успокоить общее такое состояние психическое, да, назначаются седативные транквилизаторы. Десенсибилизирующая терапия, да, противоаллергическая антигистаминная терапия для того, чтобы снизить зуд на поверхности кожи, да. Обязательно рекомендуются сорбенты данным пациентам, вот, кортикостероиды, это гормоны, да, цитостатики полностью для того, чтобы уйти со стадии обострения. В этот период, когда идет обострение, в этот период, конечно же, пациентам рекомендована именно общая гормональная терапия. Вот, в стационарной стадии, да, здесь, конечно же, уже идет еще и общеукрепляющая иммунотерапия, витамины, конечно же, рекомендованы, да, вот, препараты, которые улучшают полностью микроциркуляцию, вот. Ну, и по стадиям, в зависимости от стадии, от формы псориаза, здесь, конечно же, еще рекомендуют фототерапию. Ну, и в стадии регресса, да, это, конечно же, местная терапия какая-то должна быть определенная, ну, и обязательно рассасывающая терапия. Вот, это вот основные такие моменты по данному заболеванию. Сейчас я буду переходить плавно на продукцию компании Forever, да, каким образом на сегодняшний день продукты компании Forever могут помочь, чтобы перейти со стадии прогрессирующей, да, в стадию регрессии в общей комплексной терапии. Если человек принимает лекарственные препараты, то параллельно с лекарственными препаратами применять еще натуральную медицину, что может дать быстрее результат в усвоении основной терапии, да, и в то же время уйти в длительную ремиссию. Конечно же, это не одна таблетка, которая может спасти человека и избавить сразу его, да, это, конечно же, длительный прием продукции, но на сегодняшний день почему стоит выбор именно на натуральной медицине, потому что, конечно же, по правильной натуральной медицине здесь хочу поправиться, да, натуральную медицину тоже нужно правильно выбирать. Почему? Потому что на сегодняшний день ее достаточно много, ее среди фирм можно много найти, ее среди местных людей, знахарей можно найти эту натуральную медицину, да, но опять же к натуральной медицине нужно относиться достаточно серьезно. Почему? Потому что если продукция не сертифицирована, если продукт не рекомендован врачами, да, если нет положительных результатов, если нет клинических исследований, если компания не имеет в составе определенные сертификаты, однозначно задуматься нужно, да, можно ли применять эту натуральную медицину, либо нельзя. Когда я начинала развиваться в этом направлении, когда я открыла для себя два года назад натуральную медицину, а именно компанию Forever, до этого у меня не было никакого опыта, в первую очередь, на что я обратила внимание в этой компании, да, это сертификация. И как я уже вначале сказала, что у меня есть очень большой опыт работы в сфере фарм-бизнеса, да, я знаю, какие сертификаты необходимы для выбора лекарственных препаратов, либо биологически активных добавок. Когда я увидела два сертификата, буквально двух сертификатов, мне было достаточно увидеть в компании Forever, это сертификат GMP и FDA, я поняла, что это качественная продукция, и с этой продукцией можно работать, и в этой продукции можно разбираться. И это те сертификаты, которые получены не просто в одной стране, да, а это сертификация именно зарубежная, которая получается в Соединенных Штатах Америки, чтобы получить сертификацию в Соединенных Штатах Америки, достаточно серьезный и сложный процесс, вот, и, конечно же, эта сертификация может кодироваться во всем мире, вот. Точно так же, как и сертификаты компании Forever проходят в 168 странах мира, а также компания имеет три сертификата качества ISO, это единственная компания в Соединенных Штатах Америки, которая имеет все три знака качества ISO. Отдельно есть сертификат по алое, отдельно есть всемирный кошерный сертификат, отдельно есть всемирно-исламский сертификат, сертификат прыгающего кролика, который доказывает о безопасности продукта, и продукт не тестируется даже на животных. И по сертификатам можно говорить бесконечно, без глютена, без ГМО, и, конечно же, четыре продукта в компании Forever отдельно еще имеют внутри Российской Федерации сертификата МЧС России, который входит в стандарты МЧС России. И, конечно же, на что я обращаю внимание, в первую очередь, да, это на базовый набор, набор Vital 5, с чего я рекомендую начинать людям, у которых есть уже данная проблема. Вот, это пять жизненно необходимых продуктов, базовых продуктов компании, вот, с которых можно начать применение продукции и на котором уже можно получить результат. Да, и конкретно по каждому продукту сегодня хочу рассказать чуть-чуть подробнее, чтобы вы понимали, да, с какой целью необходимо употреблять эту продукцию. Вот, самым главным продуктом компании, с чем компания Forever 42 года назад вышла на мировой рынок, это фреш из мякоти листа алоэ. Вот, и здесь для особенно новых людей хочу обратить ваше внимание, что это не тот алоэ, который растет и который вы знаете, который растет здесь у нас, либо в странах постсоветского пространства. Тот алоэ, который называют столетником, да, это абсолютно другое растение. Это алоэ вера, это истинное алоэ, либо его еще на латыни называют алоэ барбаденсис миллер. Это тот продукт, который может произрастать только в странах с жарким климатом, да, это Доминиканская республика, Северная и Южная Америка. Это тот продукт, который проникает в наши клетки глубже в 3-4 раза, чем вода. Это продукт, который полностью изнутри питает наш организм, да, это питание для наших клеток. Это тот продукт, который известен еще в древности, и об этом продукте упоминались в древних писаниях, да, также упоминается полностью в Библии, в Коране, в Торе упоминается это растение, вот, алоэ вера. Это растение упоминались учеными древности, это авицена, парацельс, цельсик, орлиней, даже Клеопатра и Нефертити использовали с целью косметики, да, данное растение. Вот, и алоэ вера, это один из растений разновидности алоэ, на сегодняшний день их известно более 500 видов, и это единственный вид, который не обладает иммуностимулирующим действием. Это иммуномодулятор, это иммунокорректор, но это не иммуностимулятор. Вот, если вы возьмете столетник, который растет у нас, да, просто переработаете и начнете его употреблять, и если неправильно будете его хранить, к сожалению, наш столетник, он может вызвать обострение и рост онкоклеток в нашем организме. Вот, алоэ вера, да, это тот продукт, который не обладает иммуностимулирующим действием. Это иммуномодулятор, иммунокорректор. И очень многие задают вопрос, вы знаете, я проконсультируюсь со своим лечащим врачом, если он мне разрешит, тогда я буду применять, либо попробую. Вот здесь я вам сразу скажу, я врач, у меня старшая сестра врач, врач-кардиолог, да, и у нас большое окружение врачей. И, к сожалению, мы, учащиеся в медицинском университете, нам мало очень уделяют время профилактике, да. Я на сегодняшний день поймала себя на одной мысли, что я знаю, что такое болезнь, и знаю, что такое лечение. К сожалению, чтобы избежать болезнь, да, есть такая мера, как профилактика. И, к сожалению, в учебных заведениях, да, медицинских заведениях на акцент профилактики мало кто уделяет внимания. И поэтому, если вы даже обратитесь к человеку с медицинским образованием, попросите у него рекомендации, к сожалению, многие врачи, особенно врачи, которые живут у нас, да, в постсоветских пространствах, они даже не знают об этом растении, и они думают, если вы будете пить алоэ, значит, вы будете употреблять столетник. И вот поэтому я делаю на этом большой акцент внимания, что столетник употреблять во внутрь ни в коем случае нельзя, это иммуномодулятор. А фреш из мякоти листа алоэ бренда Forever – это фреш из другого растения, абсолютно из растения алоэ вера, или иначе его называют алоэ барбаденсис миллер. Вот, гель алоэ вера, он идентичен по свойствам свежесрезанных листов, да, алоэ вера, и содержит биологически активные добавки, питательные вещества. Более 75 биологически активных добавок, да, в своем составе он содержит, и более 200 питательных веществ содержит в своем составе. Компания Forever получила патент на стабилизацию данного фреша алоэ для того, чтобы полностью сохранить в своей основе, вот в этой желтой баночке, полностью все биологически активные и питательные вещества. Также в состав данного продукта входят обязательно это ферменты, это аминокислоты, это минералы, это витамины. И из аминокислот 8 незаменимых входят в состав вот именно этой баночки. И когда многие спрашивают, сколько нужно употреблять этого алоэ, да, кому можно употреблять, в какой дозировке нужно и можно употреблять, да, вот здесь вот я сделаю акцент, что данный фреш можно употреблять с самого рождения. И у меня есть очень большой опыт, я когда познакомилась с этой продукцией, моя старшая сестра была на 8 месяцах беременности, уже начиная с внутриутробного развития. Моя племянница, которая на сегодняшний день 2 года и 1 месяц, да, полностью употребляет фреш из мякоти листа алоэ. Мое утро каждый день начинается именно натощак, вот именно с фреша из мякоти листа алоэ, каждый день на протяжении 2 лет. И на что еще хотела бы обратить ваше внимание, не нужно ни в коем случае пугаться, если вы начали принимать фреш из мякоти листа алоэ и стали ощущать, что у вас обостряется то или иное заболевание. Например, вы не знали, что у вас там гастрит, либо язвенная болезнь, да, и этот продукт, он как слепой доктор, он может вам показать ваши проблемы внутри. И не нужно бояться, что ой-ой-ой, у меня пошли какие-то проблемы, это слепой доктор. В древности этот продукт называли слепым доктором. И когда вы только начали употреблять, и у вас пошло либо обострение хронических заболеваний, либо вы не знали о каких-то проблем в своем организме, да, и этот продукт вам показал, что данная проблема есть, да, ни в коем случае бросать употребление данного продукта не нужно абсолютно. Просто нужно сидеть на минимальных дозировках, минимальных-минимальных, и когда пройдет период обострения, тогда постепенно наращивать дозировку. Вот. Что же делает, да, если употреблять ежедневно гель алоэ и вера, что он делает? Полностью улучшает процессы пищеварения, обеспечивает вывод токсинов из нашего организма, оказывает бактерицидное, противовирусное, противогрибковое действие, да, полностью улучшает баланс водно-жирорастворимых витаминов, да, способствует быстрому восстановлению ткани за счет нормализации процессов обмена веществ, да, и очень хорошо восстанавливает PH-баланс на клеточном уровне. Вот. И данный продукт, да, рекомендован, я вот специально, когда готовилась, выделила, что данный продукт, да, усиливает способность клеток к регенерации при различных кожных заболеваниях, да, включая и псориаз. Этот продукт полностью работает на клеточном уровне, поддерживая нашу иммунную систему, вот, и, конечно же, восстанавливает работу иммунной системы. Это первый и главный продукт базового набора Vital 5. Вторым продуктом, который также входит в набор Vital 5, это, конечно же, продукт RG+. В 98-м году за молекулу L-аргинина была получена Нобелевская премия. Такой ученый, как Феррит Мурат. Если, например, человек сегодня впервые, да, я вам рекомендую просто записать себе это имя, Феррит Мурат, RG+, и в Ютубе посмотреть. Обязательно это видео Нобелевского лауреата, да, который получил Нобелевскую премию в открытии молекулы L-аргинина. Вот, и на сегодняшний день данный ученый говорит, что L-аргинин компании Forever, RG+, это лучшее представление молекулы L-аргинина на мировом рынке. Что же такое L-аргинин, да? Это аминокислота, которая способствует поддержанию уровня того, что ученые называют чудодейственной молекулой. Что такое чудодейственная молекула? Да, это та аминокислота, которая полностью поддерживает молекулу оксида азота. Она при попадании в наш организм, да, превращается в оксид азота. Вот, и полностью способствует улучшению микроциркуляции в нашем организме. Благодаря быстрому активному кровообращению полностью улучшается состояние многих систем и органов, да. И что же делает молекула оксида, молекула L-аргинина, да, и в частности оксид азота в нашем организме, да, полностью поддерживает работу всей сердечно-сосудистой системы. Кому рекомендован, да, этот продукт? В первую очередь люди, которые подвержены таким заболеваниям, как инфаркты, инсульты, повышенный холестерин, да, люди, которые уже перенесли инфаркты либо инсульты, гипертоники, да, вегетососудистая дистония. Это вот именно тот продукт, который должен быть у этих пациентов, у этих людей на постоянной основе. Этот продукт, который полностью поддерживает иммунную систему, в составе которого содержится не просто молекула L-аргинина, да, а еще отдельно была получена Нобелевская премия за такой витамин, как витамин К2. Вот, это работа полностью всей мышечной системы. И спортсмены, да, когда слышат молекулу L-аргинина, и когда ты им это рассказываешь, они первые, кто оценивают. Почему? Потому что на сегодняшний день, к сожалению, молекула L-аргинина есть на рынке, но, к сожалению, это химически синтезированное. И даже в магазинах спортпитания, где продается, да, спортсмены начинают употреблять, но, к сожалению, очень много побочных результатов получают со стороны гепатобилиарной системы. Поэтому вот как раз-таки здесь можно и судить о натуральности продукции бренда Forever, да. Кому рекомендовано еще принимать молекулу L-аргинина? Это у людей, у которых есть проблемы с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, где нарушается полностью трофика тканей, да, куда хуже всего доставляются питательные вещества, куда меньше всего доставляется кислород. И у таких людей в последующем развивается проблема, да, со сгибательными функциями опорно-двигательного аппарата. И в целом могу сказать, что в общей терапии, особенно при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, ARG+, должен быть в базовой программе. Ну и, конечно же, очень хорошие результаты на сегодняшний день за счет усиленной микроциркуляции, за счет того, что оксид азота улучшает полностью периферическое кровообращение ко всем органам и системам, на сегодняшний день еще и положительные результаты есть при нарушении работы репродуктивной функции со стороны мужской половой сферы. Но не просто мужской, да, как бы здесь выделяла я мужской половой сферы, но и также в комплексной терапии, если есть проблемы с репродуктивной системой даже у женщин, данный продукт также помогает восстановить данные функции. Как я уже сказала, да, за счет улучшения, усиления микроциркуляции и в те органы и системы, куда меньше всего доставлялись питательные вещества и кислород в первую очередь, да, этот продукт полностью помогает восстановить микроциркуляцию. Третий продукт, который также входит в состав набора Vital 5, да, это, конечно же, арктическое море. Омега-3, омега-9, полиненасыщенные жирные кислоты. И вот по этому продукту хочу сказать и сделать акцент внимания еще на том, что данный продукт нужно употреблять не просто людям, у которых есть какие-то заболевания, но и, конечно же, для профилактики абсолютно всем, начиная с детского возраста. Если ребенок не в состоянии, например, глотать капсулу либо вообще в целом употреблять, да, я на сегодняшний день в своей сфере деятельности, я врач-гинеколог, как я уже говорила, да, если мама лактирует, если мама кормит ребенка грудью, обязательно арктическое море, омега-3, омега-9, да, необходимы для того, чтобы мама сама принимала и с грудным молоком полностью поступала омега ребенку. Почему? Потому что это память, это мышление, это зрение, да, и, конечно же, для взрослых людей это профилактика инфарктов и инсультов, снижение уровня холестерина в нашем организме. Арктическое море – это уникальное сочетание жирных кислот омега-3 в запатентованной смеси натурального рыбьего, именно рыбьего жира, да. Есть рыбный жир, а есть рыбий жир. И разница в том, что рыбный жир, он делается из печени, вот, а рыбий жир, он делается из мышц. И почему это очень важно знать, когда вы покупаете, например, омегу, и там в составе содержится рыбный жир, и данный продукт получается из печени, конечно же, это некачественный продукт, он будет стоить дешевле, и результата вы от него не получите, потому что метаболизм чаще всего где происходит? В печени, да, и все вредные вещества откладываются именно в печени. Поэтому очень важно при выборе продукта омеги, да, понимать, из чего сделана омега. И здесь очень важно делать акцент внимания, что Арктическое море – это рыбный жир, да, и полностью добывается из мышц рыбы, кальмарового, оливкового масла для поддержания в отличном состоянии всей полностью работы сердечно-сосудистой системы, мозга, зрительных анализаторов, да. Обновленная формула содержит в каждой порции не только на 33% декозагексоеновой кислоты, да, в день, но и создает идеальный баланс полностью декозагексоеновой кислоты и эйкозапентаеновой кислоты полностью для поддержания здоровья и отличного самочувствия для профилактики различных заболеваний данный продукт, да, в частности Арктическое море. Вот. Полностью это натуральный рыбий жир, кальмаровое масло, оливковое масло, в составе которого содержится, да, и на сегодняшний день хочу сказать с гордостью, я очень много видела омег на полках аптек, да, читала составы, и могу сказать с большой гордостью, с уверенностью, очень много вижу результатов на людях, которые обращаются, которым я лично рекомендовала при различных проблемах, в частности это заболевания сердечно-сосудистой системы, вот, когда снижается уровень холестерина на базовом приеме, ну, как бы на продуктах базовых, да, и что очень хочу отметить внимание, да, когда женщина готовится именно к беременности и заблаговременно, как минимум за 3, а лучше за 6 месяцев начинает принимать витаминно-минеральные комплексы и в частности омегу, да, у таких женщин и детки развиваются намного быстрее и лучше, беременность протекает намного лучше, и, конечно же, да, данные дети после рождения намного быстрее развиваются, и поэтому Арктическое море, оно должно быть применимо не просто при различных заболеваниях, да, а как базовый продукт на регулярном основании у здоровых людей в частности. Вот, Forever Daily, да, это комплекс питательных витаминов. Компания Forever полностью создает витамины, минералы только на натуральной основе, и если мы берем принцип работы, да, и принцип создания полностью всех витаминно-минеральных комплексов, это по производству именно витаминов, это процесс леофилизации, да, это процесс прессования фруктов, ягод и овощей, и таким образом отделяется сухой остаток, перетирается полностью в порошок и создается витаминные комплексы. Вот, Forever Daily – это самая передовая на сегодняшний день из доступных в настоящее время систем доставки в организмы питательных веществ, да, это полностью запатентованный комплекс олигосахаридов, да, АОС-комплекс и полностью тот продукт, который на сегодняшний день насчитывает больше 20, да, витаминов, которые входят в состав данного продукта. И данный продукт на сегодняшний день является одной из сильнейших альтернатив, да, среди витаминов, представленных на нашем рынке. Почему? Потому что в составе не содержится абсолютно никаких химических веществ. Многофункциональный состав Forever Daily полностью обеспечивает оптимальный объем поступления в организм самых важных продуктов, да. Конечно же, для поддержания нашего организма необходимо что? Необходимо биофлавоноиды, фитонутриенты обязательно, да, антиоксиданты, вот. И как раз-таки в этом продукте можно найти абсолютно все. На сегодняшний день витаминно-минеральные комплексы, многие думают, что они получаются продуктами питания. К сожалению, нет. На сегодняшний день Институт питания Российской Федерации дает очень печальные данные. Если у нас были данные за 2016 год, и мы говорили о том, что мы с продуктами питания получаем всего лишь 5-6%, то мои последние данные, которые я находила на сайте Института питания Российской Федерации, данные 2018 года, данные стали намного хуже. И на сегодняшний день хочу сказать, не обманывайте себя. Если вы покупаете фрукты, ягоды, овощи, если вы пытаетесь насытиться даже вот сейчас в период, да, когда идет интенсивно клубника, мы прям вот любим ее очень кушать, полакомиться, да, полакомиться мы можем, полакомить свои вкусовые рецепторы мы можем, но не питайте надежд о том, что вы получите вместе с продуктами питания достаточное количество витаминно-минеральных комплексов. К сожалению, нет. На сегодняшний день ученые говорят о том, что наша земля уже идет заражена, и если мы на зараженной земле пытаемся вырастить здоровые продукты, никогда этого не будет. Никакие питательные вещества мы не получим в наших продуктах. И последние данные Института питания Российской Федерации, то, что я нашла на 2018 год, всего лишь от 2 до 3% с продуктами питания мы получаем ежедневно полезных витаминов и минералов. Из 100% ежедневно мы испытываем в среднем 97-98% дефицита витаминно-минеральных комплексов. И поэтому биологически активные добавки – это добавки к пище. И не нужно думать, что это витамины, ну, их там сегодня я попью, завтра не попью. Нет, такого нет на сегодняшний день. На сегодняшний день витамины нужно употреблять вместе с пищей на тот период времени, пока вы питаетесь, грубо говоря. Почему? Потому что многие задают вопрос, как долго нужно принимать витамины. На сегодняшний день витамины – это неотъемлемая часть нашей нормальной жизнедеятельности. И принимать их нужно на регулярной основе. Это питание наших клеток. Если обычное питание, традиционное наше питание, еда, это просто побаловать вкусовые рецепторы, либо насытить наш желудок, то витамино-минеральные комплексы – это наше клеточное питание. Это те продукты, которые дают возможность работы нашей иммунной системы и являются в первую очередь профилактикой иммунодефицитных состояний, профилактикой различных заболеваний. Уникальная формула этого продукта, именно Forever Daily, создана для питания и защиты нашего организма. Полностью ликвидирует недостатки питательных веществ и в первую очередь необходима для жизненной энергии и поддержания здоровья. Вот для этого были созданы натуральные витамины, витамины Daily. Один из самых любимых продуктов компании, на сегодняшний день даже уже будучи с утра на работе, я неоднократно вспоминала об этом продукте. Почему? Потому что работа нашей иммунной системы зависит от работы желудочно-кишечного тракта. И практически 80-85% иммунитета находятся в нашем кишечнике. Как работает наш кишечник, таким образом будут и усваиваться все питательные вещества. И компания Forever не так давно создала новую формулу пробиотика, которая называется Forever Active Probi. Это формула, которая на сегодняшний день является одной из самых лучших пробиотиков. И вообще в целом это не пробиотика, я его считаю симбиотиком, в составе которого содержится как пробиотик, так и пребиотик. И данный продукт на сегодняшний день является тоже неотъемлемой частью для полноценной жизнедеятельности. Почему? Потому что 80% иммунитета зависит от работы кишечника. И вот как раз таки в одной капсуле актив проби содержится 6 синергичных штаммов лакта и бифидобактерий. Синергизм – это когда один компонент доставляет и усиливает действия другого компонента. И вот 8 миллионов колоннообразующих единиц содержатся в одной капсуле актив проби. Что касаемо самой баночки, компания создала такую упаковку, которую не обязательно хранить в холодильнике, Почему? Потому что эта упаковка полностью защищает от внешних воздействий. Если даже данный продукт попадет куда-нибудь в сырое место, эти капсулы не отсыреют. Почему? Потому что внутри в упаковке содержится специальный компонент, который полностью защищает от сырости, от проникновения сырости и разрушения полностью капсулы самой и состава этой капсулы. Полностью в Европе проходило клиническое исследование в одном из лучших гастроэнтерологических клиник данный продукт. И на сегодняшний день Forever Active Probi рекомендован даже как профилактическая мера онкозаболеваний в нашем организме. На сегодняшний день онкологи рекомендуют хотя бы два раза в год пропивать пробиотики, только качественные пробиотики, которые работают. На сегодняшний день Active Probi – это мой любимый продукт, и на нем я увидела очень много различных результатов, и он входит в базовую программу абсолютно при любых проблемах. И касаемо данного продукта, я сама лично увидела очень хорошие результаты на себе, на коже лица своем. Почему? Потому что когда ты улучшаешь работу желудочно-кишечного тракта, а кожа является как наружным проявлением внутреннего состояния твоего. И когда только этот продукт вышел на рынок, три месяца подряд я его лично сама тестировала на себе. И с гордостью хочу сказать, что это лучший продукт на сегодняшний день, который не имеет аналогов на фармацевтическом рынке. И в базе данный продукт должен принимать абсолютно каждый хотя бы один раз в четыре месяца чисто с профилактической точки зрения. Принимается всего лишь один раз в сутки одна капсула на протяжении месяца. Следующий продукт, который я рекомендую, мы сейчас поговорили с вами о наборе Vital 5. Это пять жизненно необходимых продуктов, с которых лучше всего начинать применение при такой проблеме, как псориаз. И какие еще бы продукты я рекомендовала бы добавить в целом при данной проблеме. Конечно же, это травяной чай бренда Forever с добавлением цветка алоэ, который содержит в своем составе не просто цветки алоэ, но и, конечно же, лечебные травы и специи, которые помимо лечебных свойств имеют еще очень приятный вкус и аромат. Чай оказывает достаточно хорошее, успокаивающее действие, расслабляющее действие. И вы знаете, что одной из самых больших проблем псориаза и причин возникновения псориаза – это является психоэмоциональное нарушение, нарушение либо стрессовой ситуации. Как раз-таки чай достаточно хорошо убирает вот эту вот проблему и достаточно хорошо обладает успокаивающим действием. Он не содержит кофеина, его можно пить как в неограниченном количестве в любое время, когда вы почувствуете, что вы просто захотели пить. На сегодняшний день чай у меня просто идет вместо воды. Если я хочу пить, я всегда пью именно чай с цветками алоэ. Полностью помогает восстановить силы, оказывает успокаивающее воздействие на организм. Его можно употреблять как в горячем виде, так и в холодном виде. Я его полюбила употреблять именно в холодном виде. Летом очень хорошо добавлять кусочки льда, достаточно хорошо утоляет жажду. В его составе полностью содержатся такие травы, которые были созданы, собраны из различных участков мира – Китай, Египет, Ямайка. Ну и, конечно же, цветки алоэ вера, они полностью собираются именно с плантацией компании Forever, а именно это Доминиканская Республика, Северная и Южная Америка. Какой еще неотъемлемый продукт необходим для поддержания и работы нашего организма при такой проблеме, как псориаз? Это, конечно же, Forever – поля зелени. Кто-то называется Fill of Greens, его называют по-американски, по-английски. В полях зелени содержатся минералы и микроэлементы, включая такие, как кальций, как калий, как магний, железо, цинк, медь, фосфор, марганец и многие другие. Ну и, конечно же, в составе содержатся молодые побеги, проростки – ячменя, люцерны и пшеницы. А также в составе поля зелени очень сочетается хорошо это витамины группы А, В6, Е и витамин К. Добавление также в составе содержится каенский перец, который полностью способствует улучшению микроциркуляции и достаточно хорошо улучшает работу пищеварения, помогает в усвоении пищи. И в составе поля зелени также содержится незначительное количество меда, который также участвует в более улучшенном регуляции именно в усвоении витаминов, минералов и, конечно же, микроэлементов и аминокислот. Данный продукт может быть рекомендован вне зависимости от возраста. Можно рекомендовать как взрослым, так и детям. И, кстати, я говорила, что одной из причин развития псориаза – это и нарушение работы эндокринных желез, нарушение работы эндокринных систем. И вот как раз-таки поля зелени очень хорошо работают в направлении регуляции заболеваний эндокринной системы. И что же делают поля зелени в нашем организме? Способствуют снижению уровня холестерина и являются профилактикой анемии в нашем организме. У кого снижен гемоглобин, поддерживает нормальный тонус мускулатуры, полностью улучшает работу нервной системы и эндокринной системы. Также в составе содержится достаточно много минералов, аминокислот, и является как дополнительный источник энергии для нашего организма. Также при такой проблеме, как псориаз, что необходимо? Внутренний состав мы обсудили. Конечно, здесь можно говорить абсолютно бесконечно, что можно еще добавлять пациентам, людям, у которых есть данная проблема, данное хроническое заболевание. Сюда можно еще и добавить маточное молочко. Очень хорошо будет. И в зависимости от симптоматики, если уже есть различные сопутствующие заболевания, можно добавлять и горцинию плюс, если есть избыточная масса тела. Очень хорошо тоже работает. Горцинию при таком состоянии можно употреблять в среднем даже до 5 капсул в сутки за 20 минут до еды. Ну и, конечно же, что необходимо еще? Необходима еще и наружная обработка. И что же рекомендовано в таком случае? Я просто буду говорить о том, что очень хорошо помогает данная проблема, особенно когда есть внешние проявления, такие как шелушение, шероховатость, когда полностью сходит кожа. Таким людям очень хорошо порекомендовать купаться жидким мылом Forever. Несмотря на то, что оно называется жидкое мыло для рук, это продукт, который можно использовать, не знаю, в различных сферах. И на сегодняшний день у него более 5 применений. Это и купание детей с самого рождения, использовать его как гель для душа и для волосистой части головы у людей с псориазом можно его использовать, когда есть проблема с шелушением, да, и интимные зоны, если повреждены. И вообще я считаю, что жидкое мыло Forever для интимных гиен – это один из лучших продуктов на сегодняшний день. Вот, и, конечно же, после купания можно также обрабатывать местно таким продуктом, как Алоэ Ферст. Я говорила, что 4 продукта в компании, да, входят еще и имеют сертификат МЧС России. Вот как раз-таки Алоэ Ферст – один из этих продуктов, да, в составе которого содержится 78% Алоэ Вера, фреша из мякоти листа Алоэ, да, и, конечно же, в составе которого содержится 11 трав. Спрей Алоэ Ферст является одной из первой помощи вообще для пациентов, у которых есть внешние кожные проявления. Это продукт первой необходимости, да, это продукт, который можно использовать от банальных повреждений кожных покровов, раны, ссадины, пролежни, ожоги, вот, от легкой степени до тяжелых степеней. Данный продукт, конечно же, еще можно использовать вот при таких заболеваниях, при таких повреждениях, да, вот именно где есть жзут, шелушение и такие проблемы, как псориаз, тоже достаточно хорошо Алоэ Ферст справляется. Какие же в составе травы, да, содержатся на сегодняшний день еще и помимо 78% Алоэ Вера в составе, да, это содержится и алантаин, это природный источник, да, природный агент, можно даже говорить на него, защитный барьерный агент. Это огуречник аптечный, да, который полностью снижает раздражение, успокаивает слизистые или кожные покровы. Ромашка аптечная, которая обладает очень хорошим противовоспалительным действием, да, успокоительным действием, вот, имбирь, да, который достаточно хорошо снимает болевой синдром, снижает воспалительные процессы, вот, конечно же, староцвет, да, который обладает противовоспалительными действиями, шалфей, тимьян, тысячелистник, да, календула, одуванчик, сандаловое дерево, которое не просто как бы обладает антисептическими действиями, да, а которое достаточно хорошо и смягчает. Вы знаете, если это хронический процесс при псориазе, да, кожа начинает грубеть, и те участки, которые подвержены именно таким поражением, да, у таких пациентов зачастую они бывают очень грубыми. И вот как раз-таки, вот именно сочетание всех этих трав в составе, а еще и алоэ вера 78%, достаточно хорошо борются при наружных повреждениях. И алоэ ферст тоже имеет место быть при обострении таких заболеваний. Еще очень хорошо после обработки алоэ ферст использовать такие продукты, как алоэ желе, да, есть также в составе такой вот в тюбике желе. Очень хорошо вижу результаты на таких продуктах, как крем с прополисом, достаточно плотный, питательный крем. И если есть прям выраженное шелушение, сухость, если есть такой достаточно длительный хронический процесс, да, как раз-таки прополис-крем, он плотный и достаточно хорошо проникает в клетки. И работает в этом направлении тоже очень хорошо. Вот. Ну и то, что у меня есть из опыта, у меня есть человек, который постоянно применяет, есть продукт, называется крем-увлажняющий Forever, также достаточно хорошо работает в этом направлении. Я буду заканчивать. И что бы я еще рекомендовала, если при хронических процессах, при хронических заболеваниях, когда уже есть осложнение в виде артритов, артрозов, да, у пациентов, вы знаете, что если человек страдает псориазом, да, и очень частые рецидивирующие процессы, частые обострения, да, у таких людей рано или поздно начнет развиваться псориатический артрит. И чтобы избежать данное осложнение, если его еще нет, либо если оно уже есть, да, тогда, конечно же, рекомендован такой набор, как набор свобода движения. Я не буду о нем рассказывать длительно. Почему? Потому что уже я рассказывала о нем. У меня есть запись по данному набору. Вы можете попросить, и вам перешлют более подробно по этому комплексу, да, набор свобода движения, который также в своем составе содержит 4 баночки алоэ, только не базового продукта, да, а алоэ с добавлением хондроитина, глюкозамина и серы для именно опорно-двигательного аппарата, в составе которого содержится арктическое море, актив гиалурон, в составе которого содержится кальций, да, и, конечно же, местные два продукта – это МСМ-гель и, конечно же, хит, местный, да, лосьон для тела. Вот, поэтому данная программа тоже необходима с профилактической точки зрения, именно чтобы избежать осложнений в виде артритов, артрозов, либо, если уже есть данная проблема, конечно же, этот продукт поможет восстановиться. Я заканчиваю. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами. Благодарю всех.